Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Завтрак в городе Че» и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня я научу вас готовить еще один вариант манной каши. Сегодня мы приготовим манную кашу с карамелизованными грушами. Это будет очень вкусно, ароматно. Для этого завтрака нам потребуется обычная манная крупа, потребуется молоко, вода. Можно разбавить молоко водой, можно просто приготовить на молоке. Также потребуется небольшое количество сахара, соли, корица, груша. Сегодня у меня сорт «Конференция». Мне кажется, это самый вкусный вариант груш. Это самый сладкий сорт, поэтому я использую сегодня в нашем блюде. Для начала я, пожалуй, начну варить саму манную кашу. Я сегодня приготовлю просто на молоке, не хочу сегодня разбавлять водой. Я приготовлю на молоке и даже добавлю сливочное масло. Как только молоко начнет закипать, я буду добавлять манную крупу. Тем временем я разогрею сковородку. Именно на сковородке я буду карамелизовать грушу, которую мне необходимо для начала очистить, а затем нарезать. Размер кубиков или, может быть, даже долек зависит от вашего желания, от вашей фантазии. Я буду нарезать сегодня довольно крупно, потому что грушу я буду выкладывать сверху на готовую кашу. И таким образом я нарезаю вот такими довольно длинными долечками, пластиночками. И уже в разогретое масло с сахаром я буду отправлять грушу и карамелизовать. Я думаю, что этого количества будет вполне достаточно. Сковородка разогрета. Я отправляю в сковородку сливочное масло. Как только масло распустится по сковородке, я отправлю туда сахар. А затем добавлю груши. Буквально пару минут я карамелизую в сковородочке груши и достаю их. То есть вот они хорошо должны протомиться в этом масле. Молоко потихонечку тоже разогревается. В груши я добавляю немножко, буквально капельку корицы. Если вы не любите корицу, можно пропустить этот шаг. Так, еще раз перемешаю и начну готовить уже манку, потому что молоко закипело. Всыпаю небольшое количество, примерно на 100-200 граммов молока, пару столовых ложек манки. И, естественно, помешиваю. Можно добавить также небольшое количество сахара еще в кашу, чтобы сама каша тоже была сладенькая. Но все-таки это десерт, мне кажется. Манная каша в основном все-таки подается в сладком виде. Хотя знаю рецепты и с лавровым листом, и с перцем, и с солью. Я думаю, что это тоже интересный вкус. Но все-таки классические сладкие варианты, мне кажется, ближе не только мне, но и всем остальным. Убираю с огня, помешаю грушу. Хочу, чтобы груша стала мягкой. И с таким аппетитным румянцем чуть-чуть добавлю грушам огня, а каши, наоборот, убавлю. Ну что, каша готова. Кашу можно отправлять на тарелку. Возьму плоскую, сегодня подам в плоской тарелке. Кашу выкладываю. Груша практически готова. Буквально полминутки. Груша тоже уже готова. Я возьму вот такие щипцы и уложу грушу на манку. Вот так. Красиво укладываем. Груши мы выложили. Теперь я положу несколько орешков. И подам к столу. Ну что, дорогие друзья, приглашаю к столу. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова